Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – общие настройки вкладка «Система». Переходим в «Система», общие настройки, вкладка «Система». Давайте поговорим о настройках, находящихся на этой вкладке Joomla 4. Первый параметр, о котором я поговорю – параметры отладки. Два переключателя. Зачем они нужны? Первый переключатель – отладка системы. Если этот параметр включен, будет отображаться диагностическая информация, языковый перевод и ошибки SQL, если они есть. Информация будет отображаться внизу каждой страницы, которую вы просматриваете в бэкэнде и интерфейсе Joomla. Не рекомендуется оставлять режим отладки, активированным при запуске действующего веб-сайта. То есть, говорится о том, что когда сайт разрабатывается, если вы хотите проверить сайт на наличие ошибок, можно включить, сохраниться, погулять по страницам. И если есть ошибки, они внизу должны будут показаны быть. Отладка языка. Для Joomla будут отображены языковые файлы. Язык отладки будет работать без активации системы отладки. Но вы не получите дополнительных подробных справочных материалов, которые помогут исправить любые ошибки. Следующие параметры кеширования. По умолчанию отключены. Есть два еще варианта. Здесь у нас стандартное кеширование и прогрессированное кеширование. Если вы выбираете стандартное кеширование, уровень стандартного кеширования, меньший системный кэш, прогрессивный уровень, более быстрый, больший системный кэш. Включает кэш модулей рендеринга. Не подходит для очень больших сайтов. Здесь трудно сказать, как определить, большой ли у вас сайт или нет. При прогрессивном кешировании чуть быстрее сайт грузится в интернете. Но могут быть проблемы. Поэтому здесь просто надо смотреть. Если проблем нет, то выбираем прогрессивное кеширование. То есть кешируется прям полностью сайт, как и сказано в описании. Но я в основном выбираю, когда создаю сайт, стандартное кеширование. Следующее. Обработчик кэша. Так как я нахожусь на локальном хостинге, у меня доступен только файл. На хостинге могут быть и другие варианты. Значит, обработчик кэша. Выберите обработчик кэша. Собственный механизм кеширования основан на файлах. То, что вот здесь у нас есть, да, файлы. Убедитесь, что папки кэша доступны для записи. Как правило, папки доступны для записи. Если посмотреть на корень нашего сайта, я это делаю через программу Total Commander. В корне сайта есть папка кэш. Выделяем эту папку. Файл. Изменить атрибуты. И здесь можно выбрать. То есть должны стоять все права. Права 777 на папку. На хостинге тоже можно посмотреть. Если вдруг права не полные, то надо выставить все. Но, как правило, обычно права там выставлены все. Далее. Специфическое кеширование и ползунок. Да, нет. Включение или отключение кеширования для конкретной платформы. Включите, если вывод HTML на мобильном устройстве отличается от вывода на других устройствах. Я ни разу с этим не сталкивался. Если я делаю сайт, и у меня на мобильном устройстве как-то отличается сайт. Но если вы столкнулись с такой ситуацией, можно попробовать решить это переключением вот этого ползунка в положение «Да». Срок кеширования в минутах по умолчанию у нас стоит 15 минут. Максимальное время в минутах, в течение которого файл кэша должен храниться до его обновления. Как правило, 15 минут. 15 минут мы и оставляем. Следующий путь к каталогу кэша. Укажите доступную для записи папку для хранения файлов кэша, если вы не хотите использовать папку по умолчанию. Никогда этим не пользовался. Всегда папка по умолчанию в Joomla есть. Всегда она является для хранилища файлов кэша. Кто не понимает, давайте немножко отвлечемся. Я расскажу, что такое кэш. И папка кэша, и что там за кэш хранится. По сути, когда кэш включен, то Joomla генерирует, по сути, сайт, копию сайта в некий файлы кэша. И когда кэш на сайте включен, то конечному пользователю ваш сайт выдается из кэша. По сути, копия сайта из кэша. Зачем нужен кэш сайту? Затем, что это один из ключевых механизмов улучшения производительности, скорости загрузки вашего сайта в интернете. Поэтому любые сайты, самые крупные, тот же Яндекс, Ютуб, социальные сети ВКонтакте, Фейсбук и так далее, они все используют кэширование, абсолютно все. Поэтому на стадии разработки сайта мы кэш не включаем, потому что он будет нам мешать разрабатывать сайт. Мешать он будет таким образом. Сайт будет выдаваться из кэша. И 15 минут мы будем видеть копию сайта в одном виде, например. Но мы внесли на сайт изменения. Идем на сайт, обновляем страницу и изменения не видим. Мы ее увидим только через 15 минут. То есть вновь внесенные нами данные. Или нам придется перейти в панель управления и постоянно нажимать на кнопку «Очистить кэш», чтобы увидеть изменения на сайте. То есть это будет нам мешать разрабатывать сайт. Поэтому мы включаем кэш только тогда, когда сайт полностью готов. Как он включается? Теперь тоже момент важный. Вы включаете, например, стандартное кэширование. По большому счету, в большинстве случаев здесь вы ничего не будете менять. Этого включать не будете. Это менять не будете. Здесь ничего писать не будете. Мы включаем просто стандартное кэширование и нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Но кэш еще не включится, так как нужно включить специальный плагин на Joomla. Он работает в связке вот с этой глобальной опцией включения кэша. Где он находится? Значит, тут включаем «Сохранить», «Закрыть». Далее вы переходите в плагины. Я отсортирую. Плагин «Системный». Выбираю «Систем». Здесь выбираю «Плагин отключен». По умолчанию плагин отключен. Но чтобы быстро найти плагин среди множества плагинов Joomla. И вот он называется так. Система кэш-страница. Когда вы кэше в глобальных настройках включите, вам необходимо прийти, включить плагин. И может еще включить в плагине, включить кэширование в браузере. Дополнительная будет производительность плюс к сайту. Небольшая. Совсем небольшая. Также есть возможность исключить пункты меню, чтобы они вообще не кэшировались. Если есть какая-то специфика, где надо не кэшировать страницы, можно исключить. И в дополнительных параметрах исключить URL-адреса. Здесь внизу описано, как можно исключать. Вот в этом окне добавить и исключить из кэша адреса. Самое главное здесь это включить плагин и нажать сохранить и закрыть. После этого кэш будет собираться на сайте. При необходимости кнопка для очистки кэша. Если вдруг в процессе уже рабочего сайта вам нужно быстро посмотреть сайт, изменения на сайте, то вы нажимаете на кнопку очистить кэш. И здесь будет показан весь кэш. И кнопки очистить весь кэш, очистить устаревший кэш и так далее. Следующий блок с настройками это параметры сессии. Обработчик сессии базы данных или файловая система. Механизм, с помощью которого Joomla идентифицирует пользователя, когда он подключен к веб-сайту с помощью непосредственных файлов cookie. Ну то есть, когда пользователь авторизован на сайте, когда он залогинин на сайте на вашем. Обработчик сеанса базы данных является обработчиком по умолчанию, потому что он единственный, который Joomla может полностью настроить и контролировать самостоятельно. Обработчик же файловой системы будет немного более производительным, чем обработчик базы данных. Но он требует правильной настройки PHP, иначе он выйдет из строя, и Joomla станет полностью непригодным для использования. То есть, нам Joomla говорит, если мы выберем параметры сессии файловая система, то нужно очень внимательно прописать ниже в поле путь к каталогу файлов сессии, чтобы там все права были настроены, иначе сайт реально может сломаться. И чтобы сайт восстановить, нужно будет обратиться в корневой каталог нашего сайта, в конфиграционный файл, и там внести изменения, чтобы сайт сессии работал через базу данных. Время жизни сессии в минутах по умолчанию стоит 15 минут. Автоматический выход пользователя из системы после того, как он не активен в течение введенного количества минут. Не ставьте слишком высоко по заявлениям Joomla. Ну, то есть, нет активности на сайте, то есть, вкладку он не закрыл, вот он находится на сайте, ничего не делает, и автоматически вот так вот он разлогинится с сайта через 15 минут. То же самое происходит с вами, с администратором сайта, и в админке тоже автоматически разлогинивается через 15 минут. При условии, что вы не активны на сайте, ничего там не делаете. Общие сессии по умолчанию выключены. И здесь у нас все написано. Включить или отключить функцию использования общей сессии пользователя для внешнего интерфейса и панели управления, ну то есть админской части и фронтальной части сайта. Изменение значения параметра приведет к аннулированию всех сессий на сайте. Ну то есть, кто бы на сайте не находился, сразу все разлогинятся, то есть при включении и сохранении этой опции. Использование параметра невозможно, если для параметров включить HTTPS установлено значение только в панели управления. Вот этот момент, если вам не понятен, то есть вы вообще вот это можете не включать, а ставить по умолчанию выключено. Вот здесь вот говорится о следующей вкладке сервер и когда у нас включен HTTPS. У меня об этом был урок, смотрите ранее, если кто пропустил. То есть вот выбрано только для панели управления принудительно, если выбрано, то есть вот об этом говорится вот в этой документации. И последнее здесь параметр отслеживать метод данной сессии стоит по умолчанию да, я рекомендую оставлять тоже в положении да. И вот описание. Включить или отключить функцию отслеживания метод данных сессии пользователя. Если установлено да, метод данные сессии, включая имя пользователя, его ID и расширение, в которое он вошел. Расширение, то есть вот по сайту он гуляет по разным расширениям, если вы на сайте используете, интернет-магазин, там каталог и так далее, вот это и есть расширение. Будет регистрироваться в таблице базы данных сессии. Если установлено нет, функции, которые зависят от метод данных, будут недоступны. Ну то есть, что это может дать? Вдруг вам надо будет отследить какого-то пользователя, что конкретно он делает на сайте. Я, честно говоря, даже не знаю, где это может пригодиться. Никогда этим не пользовался. Я так полагаю, это вообще новые опции в Joomla. Я просто не помню, есть ли это в Joomla 3, но даже если они есть, я никогда этим не пользовался. По умолчанию стоит включено, значит доверимся, Joomla пускай будет включено. Резюмируем это видео. На вкладке система мы, в принципе, оставляем все как есть, все по умолчанию, кроме параметров кэша. Мы его включаем в стандартное кеширование, обработчик кэша, файлы оставляем. Срок кеширования оставляем 15 минут и больше тут, в принципе, ничего делать не надо. Ну и включаем плагин кеширования, который я вам показал. Только тогда, когда сайт полностью готов. Сейчас же, пока сайт мы, например, разрабатываем, мы ничего здесь не меняем. Продолжение следует...